Эхей, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, мы продолжаем смотреть на обновление 003 в игре под названием Форест. В очередной раз убедимся в том, что все предметы в инвентаре у нас сохраняются, возрадуемся этому чуду и пойдем к озеру. В прошлый раз я обещал вам сходить к озеру, собственно туда мы и направляемся. Я знаю, где находится озеро, озеро это не яхта, озеро у нас рандомно не спавнится, это замечательно. Так, палочки, сколько у нас палочек теперь можно взять? Сказали, что было увеличено на одну. А это что такое? Цветочки какие-то? Ну да ладно, на одну так на одну. Пойдемте быстренько к аборигенам, соответственно заодно посмотрим на них, они там у нас постоянно появляются в этом месте. А-а-а! Кстати, заметьте-ка, ребятки, вы слышите это? Ой, а тут цветочки какие-то добавились. Ха-ха, слышите, говорю, это? Теперь при подходе к деревне аборигенов, походу, к любой у нас начинает играть тревожная музыка, насколько я понял. Ой, плохие ягодки. Только что начала играть тревожная музыка. Плохие ягоды? Плохие ягоды. Понял, какие хорошие-то. Да что ж, все ягоды такие плохие, протухшие все какие-то. Нет, я-то подумал, что действительно здесь при подходе к этой деревне уже начинает играть тревожная музыка, но нет. А нет! Вру, смотри-ка играет. Да, действительно играет тревожная музыка. Значит, теперь при подходе к любой... К любой деревне аборигенов у нас будет играть тревожная музыка. Это хорошо, на самом деле. Теперь будет понятно, где опасно, где нет. Поэтому давайте-ка отсюда быстренько шлифанем. Тем более, что наступает утречко уже. А утречко несет нам свет, свободу действия, пространство и прочую полезную хрень. Не знаю, каким образом утром нам принесет пространство. Я просто это так пизданул, так сказать. Ладно. Озеро. Мы пришли к озеру, но никаких других звуков я не слышу, по-моему. Возможно, только птички сверчки здесь верещат, а больше, собственно, ничего полезного в этом озере я не вижу. Вон там, чуть подальше еще есть озеро, можно, в принципе, туда прогуляться. Там было озеро, и около него была утка. Утка там постоянно какая-то крякала. Возможно, там что-то добавили, что-то прибавили, не знаю. Давайте посмотрим. Вот где-то вот тут. Сейчас не соврать бы мне, сейчас не заблудиться бы. Я помню, что... Плохие ягоды. Плохие ягоды. Кругом плохие ягоды. Блин, а как отличить их от хороших? Ночью непонятно, какие ягоды плохие, какие хорошие. Да что ж ты будешь делать-то? Собака такая. Еще эта зажигалка постоянно гаснет. Она вообще... Вот! Нет, блин. Вот, нет, 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 нет. Где-то же здесь было озеро с уткой. Я же помню, она там крякала, когда взлетала. Его тушили где-то, ну-ка. Повнимать не посмотрим. Нету ничего. Да когда уже в Астон встанет? Только что утро наступало. Теперь что, тут поломали день и ночь, что ли? Да, исправляют одни баги, появляются другие. Замечательно. Почему нет? Да красота просто. Сказочно. Сказочная атмосфера, обстановка. Вот оно, это озеро. Это же озеро. Или я слепой на всю голову? Да хватит уже задыхаться-то. Путырок. Нихера это не озеро, король. Я ничего не вижу вообще. Сколько можно-то? Там еще аборигены вон бегают. Собаки вижу. Так, ну-ка нахер. Дайте мне утро. Я не хочу ночью по лесу бегать. Ночью ничего не видно. Раньше, по-моему, лучше видно было. Или мне кажется. По-моему, раньше гораздо было лучше. По освещению вообще. По всему, по прочему. Может быть, яркость прибавить. В самой игре. Кстати, в менюшке. Почему нет? Надо попробовать яркость прибавить. Может быть, получше. Как-то попроще. Похорошее. Еще что-нибудь. То есть, со звуками мы определились. Да ни хера тебе, не будет здесь никакой ночи. Давай еще раз поспим. На, ложись. Вообще ночь. Даже луны нет. Или сейчас рассветет. Я не понимаю, это утро или что? Ну, допустим, что сейчас будет утро. Не будем особо подзапариваться. Пойдемте, сходим в пещерку. А в пещере нам тоже писали, что в пещере звуки налажены. Типа капельки воды там. Всякая другая еботень. Которая, в принципе, должна была быть улучшена. О, смотри, чемодан на ножках. Это живой. Чувак, привет. Как у тебя дела? Не хочется со мной разговаривать. Так, ну вот, по-моему, солнце встает. Да, действительно, вон там уже у нас проявляются лучики света. Но нам это солнце, в принципе, не надо. Мы же идем с вами в пещеру. А в пещере солнца нет. Такая вот печальная история. В смысле? Это такой маленький вход в пещеру? Они, по-моему, в обновлении 002 сделали здесь большой вход. Но теперь он почему-то отвратительно маленький. А еще здесь вода. А нет здесь воды. Не знаю, то ли поломали, то ли не поломали. То ли так было, то ли так стало. Блин, ну была здесь больше дырей. Гораздо больше здесь дырка была. Мы же даже через нее пытались монстра вывести. В принципе, вывели его на улицу. Но он застрял и не вышел. Не захотел с нами дальше контактировать. И отказался вообще куда-то с нами вместе идти. Ну вот, собственно, вы слышите прекрасно звук воды. Плескающийся откуда-то с потолка. Вон, кстати, и она. Это как бы, наверное, улучшено. То есть это считается, возможно, за капли. Ну да, по-моему, стало немножечко получше, поприятнее. Как-то раньше в пещере, по-моему, не так было слышно эту воду. Вон там паучок стоит. Маленькие детки. Большой монстр-паучок, который хочет меня убить. Но у него, естественно, ничего не получится. Здесь, кстати, в пещерах мы с вами находили веревки. В позапрошлой, по-моему, серии. Так, ладно. Нахер эти пещеры. Пойдем назад. Нас там расцветает. И нам надо с вами начать обустраиваться, как положено. Потому что сохранения нормально работают. Неужто началось все это у нас прекрасно? И теперь мы можем начать развиваться более-менее хорошо. Предлагаю построить нам хату с вами. Но я не буду строить эту хату около воды. Я уже говорил. Потому что около воды очень мало деревьев. Придется очень много их, так сказать. Да мы, кстати, с вами еще... Чего-то сейчас сделал. Не все постройки мы с вами еще попробовали построить. Хранилище для палок, например, не строили. Тотемы новые не строили. Так тут акулы. Давайте попробуем дом на воде все-таки поставить. У нас в воде самой нет. Ну, алло. Ну, что ты будешь делать-то? Что-то здесь вообще ничего не ставится. Возможно, он во время плавания ничего не может поставить. А, вообще книжка отвалилась, что ли, у меня что-то херня-то. Алло. Нет, палатку он хочет поставить, а плот не хочет. Почему? Что такое? Хрень какая-то вообще полнейшая прям. Он не хочет ставить мне ни лодку, ни эту. Может быть, убрать зажигалку? Да что ты будешь делать-то? Алло, эй, дурачок. Не хочет. Ну, да ладно. Давайте попробуем поставить хранилище для палок, посмотрим, как оно выглядит. И предлагаю где-нибудь вот здесь вот нам с вами построить наше, так сказать, временное пристранище. Пристранище. А может быть и невременное. Так сказать, жилище мы здесь с вами организуем где-нибудь, где посветлее. Вот здесь слишком темно, даже днем. Поэтому здесь я строить ничего не буду. Птички запели, хорошо. Весна, походу, на улице. Не то, что у нас лето. Здесь в форесте весна лучше, чем у нас лето. Где-то полянку надо с вами более-менее ровненькую выбрать. Кстати, а вот здесь вот где-то должны валяться спальные мешки. Где-то вот тут. Насколько я помню, там постоянно респауняются у нас таблетки, шоколадки, газировочка. Где-то тут должна была быть эта хрень. Потому что в прошлый раз, когда мы очень долго много строили, когда мы достраивали с вами самолет, эта хрень была как раз-таки около самолета. А самолет у нас валялся где-то тут. Сейчас немножечко надо побродить, поискать. Посмотреть, понимать. Так, вот где-то, в принципе... Вот, вот здесь болотцы. И значит, где-то рядом с этой хератой должны валяться эти спальные мешки. Давайте посмотрим. Я же помню, что они прямо вот рядом были. Возможно, они как-то связаны с самим самолетом, поэтому они валяются где-нибудь там. А возможно, я просто немножечко слепой. А, вот... Нет, это не то. Отлично! Вообще прям ниоткуда появился дождь. Замечательно, очень рад. Давайте как можно чаще мне дождь здесь заливайте. Я же такой вообще весь не промокающий. Я же молодец. Можно как бы вот здесь в низине построиться. В принципе, да, неплохо в низине. Тем более, что все бревна будут скатываться сюда. А здесь даже и чемоданы есть. Здесь и вода есть. Здесь, кстати, значит и пещера где-то есть. Насколько я понимаю. Ну-ка, давайте внимательно посмотрим. Если здесь есть пещера, я здесь строиться не буду. Ну-ка, а здесь есть рыба. Кто-нибудь видит рыбу здесь? Я вообще ничего не вижу, если честно. В низине строится вроде и хорошо, вроде и нормально. Но, блин, с другой стороны здесь темно. Ну-ка, есть тут настройка яркости? Brightness. А, вот, Brightness. Ну-ка. Ну, по-моему, стало поярче. А если на всю сделать Brightness, чтобы вообще хорошо было видно? Вообще. Во, вот сейчас нормально. Вот сейчас, в принципе, можно здесь и остановиться. Есть рыбу? Нет? Блин, ну гром, конечно, здесь сделали вообще просто шикарный. Шикарный гром, ничего не скажу. Давайте здесь как-нибудь попробуем обустроиться в этой низинке. Нам, в принципе, аборигенов будет хорошо видно сверху. Посмотрим. И здесь, в принципе, более-менее ровно. Сейчас еще подрубим себе. Да и чемоданчики здесь есть. Обстроим, все обставим. Начнем сначала с маленького, так сказать, с небольшого. С небольшой хибарки. Хибарка у нас еще будет состоять. Хибарка будет состоять, естественно, вот из этих чистоколов на первое время. Так, рыбы здесь нет, поэтому, в принципе, ограждать мы особо это болото не будем. Как-то вот так вот мы это сейчас поставим. Здесь небольшой квадратик организуем. Хорошо. Так, здесь ты поверни. Вот так. Сюда. Да и, в принципе, хватит, наверное, нам. Завернем теперь в другую сторону. Не-не-не, вот сюда построй. Блин. А, ну вот, замечательно. Не-не-не, вот сюда прямо строй. Прямо-прямо. Ладно, не хочешь техникур. Все придется рубить. Все моды, все читы отключены. Что пожрать-то есть? Есть чем восстановить энергию. Ну, блин, желудок пустой. Срочно нужен кролик или что-то. А вот, тихо стоять. Спасибо. Так, а теперь давайте разведем костерчик. Костерчик разведем прямо где-нибудь вот здесь в углу. Быстренько пожарим кролика. Сожрем его. Палок не хватает, говоришь. Я же в прошлой серии собирал палки. У нас стройматериалы теперь не собираются или не сохраняются после загрузки. Это, кстати, будет печальненько. Ну да ладно. Один хрен кролика мы сейчас успеем приготовить. Быстренько его сожрем. Готовься. Аборигенов пока вроде не намечается. Здесь более-менее хорошо, спокойно, красиво. Там, кстати, мой этот шагометр-то работает. 1216 шагов. Кто-то писал, что он еще должен, в принципе, показывать температуру, но он нихера не показывает ее. Там он просто, ну, С. Он просто С. Показывает, что температура как бы в Цельсиях здесь измеряется в этой игре, как, в принципе, во всем практически мире. Воу! Отлично, я пожрал. Я пожрал и загорелся. Я молодец. Воу-воу-воу! Парень, тихо. А есть коктейль у меня? Коктейля нет? Ладно. Мы себе поставили цель, что будем выживать без читов. Поэтому, блядь, а без читов не получится. Тут их что-то много больно прибежало. Ребят, идите вот на костер вставайте. Где мой костер-то? А где он? Блядь, он то, что горел. Он перестал гореть. Ну, подожгись. Все, чуваки, проваливайте отсюда. Они убежали, что ли, уже? Ну да ладно. Ха-ха, чего нет-то? По-моему, они убежали. Ну и замечательно. Давайте деревья рубить. Блядь, вот они. Откуда они тут взялись-то? Пошел нахер. Нахер пошла тоже. Сука, как птица горчит. Смотри. Гарпия проклятущая. Сука, сдохни. На. Ах ты падаль. Воу-воу-воу. Я что-то перестал драться топором. Где ты? Иди сюда. Блядь, как они тут вдвоем меня запарили-то. Отошли от меня нахуй, собаки. Отошли, я сказал. Уйди, сучка. А что, сдохла курица? Где она? Все, она дохлая. Боишься, падла? Стой. Стой, сука. Стой, бледеныш. Ишь ты, напали-то они на меня. Решили напасть на бедного выжившего. Собаки некрещеные. Так. Голову. Срочно голову ищем. Куда все улетело? Так, ноги, руки. Это камень. А где голова? Ладно, пойдем с бабы голову добудем. Поставим быстренько тот маленький тотем. Блядь, еще один идет. Да вы что тут заговорились? А где баба-то? Или она встала, убежала? Такого быть не может. А я его, по-моему, убил до конца. Она вот тут валялась. Теперь ее здесь нет. Просто замечательно. Картина, я не знаю, как это назвать, картину эту. Давайте поставим здесь небольшой защитный тотем. Вход у нас будет где? Вход у нас будет где-то вот... Предлагаю поставить его вот сюда. Не-не-не, чувачок, одумайся. Иди сюда. Я тебе... Не надо. Не надо тут нахуй. Ты падла, я из-за тебя сейчас сгорю, понимаешь ты? А вот и баба пришла, кстати. Пошла нахер, тварь. Да я тебе сейчас намахнусь. Слышь, ты на мужа будешь на сон намахиваться, а не на меня, паскуда. Да дай ты ей еще нормально порожить как следует. Ты сейчас умрешь, по-моему, у меня дружище. Все, блядь, она сдохла, наконец-то. Убей ее. Убей ее. Да разруби ты ее. Блядь, он еще жив. Ну-ка сядь, ляг нахуй, не вставай никуда. А, все, я его разрубил, наконец-то. Ладно, давайте быстренько поставим тотем. Самый маленький. С головой вот сюда, например, поставим мы тотемчик. А у нас на него не хватает ног. А на этот что не хватает? Этот тоже мы рядышком где-нибудь поставим тут. На него вообще ничего не хватает, на него надо руки. Ноги здесь вообще не нужны. Ну и кинь ее нахер. Так, а почему я бабки не могу разрубить? А, вот могу, замечательно. Отлично, вот, пожалуйста, вам головешенька. Головешенька есть. Руки, ноги где? Куда все разлетелось? Тут еще же абориген у нас был какой-то убитый, разбитый. И куда все пропало? Кто все поворовал, собаки? Так, отлично, камушки и палочки. Это мы сейчас быстренько соберем. Палочки, камушки, камушки, нога. Нога нам не нужна. Во, рука. Отлично, руку одну нашел. Еще одна рука, красота. Палки эти у меня есть. Мы сейчас оба, короче, построим быстренько. Ой, а руки-то бесконечные, ты посмотри на это. Руки-то бесконечные, действительно. Ну и хер с ними. Возможно, если взять голову в руку, то она тоже будет бесконечная. Пока я не в курсе. Палок не хватает. Да ладно, ты издеваешься, что ли? Палок тебе не хватает. Как такое может быть вообще в принципе в этой игре? Палок мне, говорит, не хватает. Это гарпун, это не палка. Вот она. Ну, отлично. Гори пока. Вот. Мы как бы немножечко с вами защищены даже бы, я бы сказал. Но нам срочно нужно еще раз пожрать. Надо срочно убить какого-нибудь кролика. Кролика или что-то типа того. Блин, надо было какого-то... О, тихо, варан. Стой, спасибо. Шкурку варана быстренько нацепим. Хоть может быть какое-то спасение у нас от нее получится. Хотя это все вряд ли. Ну-ка возьми мне быстренько в ручки. Ты можешь его сюда положить? Ага, давай жарься. Пекарься. Я буду подбрасывать листья, потому что по-другому он, собственно, не приготовится. Палки уже, судя по всему, прогорели. Да вот сейчас вообще-то и вовремя еще давай мне тут дождь организуй. Жарься быстрей. Ебаный варан. Давай быстрее, а. Жрать охота. Ты просто не представляешь, как охота жрать. Ну. Алло. Во, отлично, появился значок сожрать. А здоровье ведь не прибавилось? Пожрать-то я пожрал, а толку-то? За здоровьем, значит, надо за таблетками идти. Хотя, а, кстати, надо же здесь быстренько построить палатку ту, в которой мы будем, собственно, и сохраняться-то. Прямо вот тут ее забабахаем. Так, не хватает палок, не хватает палок. Палки. Палки раз, палки два. Камни. 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 Хавчик. Цветочки какие-то. Не знаю, для чего. В принципе, из этих семян ничего не вырастает. А, кстати, что это я туплю? Здесь чемодан есть. День шоколадку сейчас надыбаем. Так, уйди отсюда, шарики. Ну, вот почему ты не берешь другое оружие сразу? Конечно, вообще палка это нормально, чемодан вскрывать. Гениально просто. А, откуда вы тут взялись? Так, таблетки нашел, замечательно. Во, вот это хорошо. Так, ну давайте там мы дерево с вами не друбили. Надо друбить. Так, опять палок не хватает. Ну и хер с ними. Все равно сначала на дерево срубить. Вот это вот мы продолжали. Продолжаем, так сказать. У нас, в принципе, сейчас есть немножечко брони и немножечко здоровья. Ну, как немножечко? Немножечко только брони. Остальное все у нас, в принципе, по максимуму. Мы и пожратые, и все энергичные такие, и здоровые, как лошади, как быки, как, я не знаю, 17 гепардов, например, какие-то и буты. У нас пока что все хорошо. Сейчас мы быстренько построим сохраняшку. Опа. Так, а на нее, по-моему, надо 6, да, этих бревен? А, 8 вообще. Да, блядь, было только что 6. Что за херня-то? Уже 8. Где я столько бревен вам натаскаю? Или 6 это было для плота? Не помню, если честно. Ну да ладно. Это не проблема. Тем более, что первый наплыв аборигенов мы, так сказать, отбили. И они, как бы, не должны к нам особо сейчас сильно приходить, потому что из трех пришедших к нам аборигенов выжило ровно нисколько. Потому что мы оставили их всех, обезвредили, обезоружили. Сейчас что было? Я кого-то убил? Птичку, наверное, убил, да? Я помню, как-то раз очень сильно шугнулся в этой хероте. Да, действительно, я Петровича завалил. Точнее, это не Петровича. Петровича убить нельзя. Петровича это бессмертный талисман мой, который иногда ко мне прилетает. И мы с ним занимаемся всякой непонятной херотой. Так, еще два бревна. Опа, опа. И где-то одно бревно вообще пропало. Да вот зачем ты построил его в забор-то, дурень? Ищи, теперь ходи тут бревно, блядь. Не хватает тебе ничего. Он его в натуре взял и вставил в забор. Дебил. Ладно, давайте начнем вот это рубить. Это, ребят, делается для тех, кто хотел увидеть весь процесс без использования модов, без использования читов, без использования всякой хероты. Вот так вот действительно играют люди в Форест, которые не могут найти никаких тренеров, никаких херенеров, никаких ебленеров и еще что-то типа того не могут найти. Поэтому мы с вами нормально и честно пытаемся в этом море беспредела выживать. И, кстати, как вы успели заметить, я чуть не помер, но с той же стороны я не стал использовать ракетницу. Потому что использование ракетницы это нечестно. Почему ты так быстро потух? Подожгись. Или ты все, они одноразовые что ли? Чувак, ты будешь гореть сегодня? Походу они одноразовые. Ну, это вообще просто сказка. Одноразовые тотемы. Кому они нахер нужны, скажите мне, пожалуйста. Раньше тотемы были многоразовые. Я вот помню в наши времена, когда еще Сталин-то был, тотемы всегда и всюду были многоразовые. А эти почему-то нет. Не знаю, почему так. Отлично. Деревья можно рубить абсолютно везде, абсолютно любые, потому что никакой защиты и никакого сокрытия от аборигенов они нам не дают. Это, кстати, плохо, на самом деле. Это надо как-то дорабатывать разработчикам, но им глубоко насрать на все наши хотелки, на все наши свистелки-перделки, которые мы хотим, чтобы к ним прикрутили. Они просто добавляют непонятные устройства. Я не удивлюсь, если в следующий раз они добавят в игру телевизор, который будет работать, блядь, я непонятно от чего. Но он будет. Телевизор нам будет показывать наше перемещение. КПКшник нам показывает наши шаги, телевизор будет показывать перемещение и прочую хероту они будут добавлять. Но зачем им оптимизировать игру или еще что-то? Они будут добавлять всякую ненужную поеботу. Такие вот хорошие разработчики. Так, а это я что, не достроил, что ли? Почему? Что у меня здесь не хватает? Камней и палок. Отлично. Что-то я и забыл совсем про то, что сохраняшку не достроил. Камни, 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 камни. Варан. Пригодится. Так, палки. Палочки, пальчушечки. Еще палки, еще камни. Хватит, что ли? Или еще? Как светло. На самом деле я молодец, что прибавил яркость, потому что стало как-то все посветлее и покрасивше. Так, одной палки не хватило. Вот она. Замечательно. Костра вообще здесь даже и не видно, а у меня кто-то что-то пишет в скайп. Но я не буду ему отвечать, потому что я догадываюсь даже, кто это пишет, но отвечать я ему не буду. И рекламировать я его больше бесплатно не буду. Этого товарища. Да, да, да. Потому что он зажрется еще, скажет. И что, постоянно рекламирует. Нахер он мне нужен. Я, конечно, понимаю, что он сделал хорошо и вам, и нам, и всем. Тем, что мы с ним все-таки выяснили, за каким хером у меня видео так плохо обрабатываются. Но хорошего помаленьку. Не будем постоянно его за это дело благодарить. Поблагодарить разок и хватит. Некоторые вообще никакой благодарности не принимают и говорят, да не надо, что, ну это же для общего блага, так сказать. И все. А этот нет, говорит, давай теперь у меня в каждой серии, там, пока я не закрою канал, YouTube, все, будешь меня благодарить. Нихера, нет, такого не случится. Не надо, вот не надо вообще, ни грамма никак. Так, отлично. А что, как мало бревен потребовалось? Мне какой-то прикол, сейчас глюк был. Чемодан. Что полезного мне принесешь? Тряпки и мячики, что мне еще полезного может принести? Подожги головешку-то. Не хочешь поджигать? Собачонок. А почему они одноразовые? Кто-нибудь не может объяснить, нет? Одноразовые эти вообще нехорошо. Что, еще есть чемодан? Что пожрать здесь? Так, руки, ноги, голова, хвост. Вот, чемодан. В принципе, давайте попробуем пожарить еще одного варана. У нас он как бы есть здесь. А еще у нас есть броня. Замечательно. Подожги, ты что ты смотришь в свою руку? Отмылся и отмылся, молодец. Давай жарить варана. Полигонечку. Главное, чтобы не пригорело. Ребятки, это основное правило. Когда ты жаришь, следи за огнем. Главное, чтобы не пригорело. Все должно быть хорошо. Все должно быть красиво. Все должно быть запекарено. С небольшой, так сказать, корочкой. Такой прижарочкой. Бля, жрать захотелось. Короче говоря, ну вы поняли. Если вы женщина, вдруг. А такое бывает. Учитесь готовить. Я уже рассказывал кому-то, как готовить яичницу в микроволновке. Очень довольно-таки полезная и быстрая хрень. Отлично, кто-то пришел. Блядь, да у них тут респаун. Да что ж ты будешь делать-то? Нет, ты меня не ударишь сегодня, чувак. Дай мне все свои руки. Воу-воу-воу, тихо. Там сзади еще кто-то. Беги-беги-беги. Спокойно. Так, куда-куда-куда? Ну куда щеманул, дружище? Стой. Сука, испугался меня. Так, а тут баба. У них тут реально респаун. Ну замечательно, нам не будет скучно. Сейчас загоришься. Красава! Вот так-то нахуй. На мой костер налезла, тварь. Сдохни уже в конце-то концов. Сдохни давай. Вот и все. Ну-ка. Опа. Головерщик куда улетела? Это нога. Это не то. Вот головерщик. Отлично. Голова это самое главное. Давайте построим тот нормальный тотем, который горит постоянно. Точнее не построим, а будем его строить постепенно. Это вот этот, насколько я помню. Так, отлично. Не хватает голов и четырех палок. Возьми мне в руки фонарек. А то что-то как-то темновато. Так, палка. Ну фонарь-то возьми, я же тебе говорю. Спасибо. Палка. Это не палка. Вот палка. И вот палка. Ну хорошо, если бы тот многорукий парень не убежал, у нас был уже практически достроенный тотем. Замечательно. Не хватает голов. А мы тем временем будем продолжать рубить деревья. Кстати, вот здесь упало бревно. Мы его подобрали? Или мы здесь все бревно подобрали? Да, здесь ничего нет. Окей, это большое дерево. Рубим его. Блядь, да что-то вы будете делать-то. Сколько там? Один, да? Два. Черт, два. Два это сложно. Хорошо, отступаем. Тактическое отступление. Валим этих хуесосов быстренько. Давай, пацаны, подходи по одному. Костер, 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 костер. Не надо, чтобы он тух. Надо, чтобы они на него нарывались. Давай, давай, иди сюда, чувак. Иди на костер. Иди сюда. Или ты дрищишь. Стопэ, нахуй. Воу, 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 воу. Товарищ, подожди. Блядь, у меня опять топор заглючил. Да что ж ты будешь делать-то? Топор глючит, короче, и не бьет этого упыря. Да! Нихера себе. Он за него заступиться решил. Ну-ка съебался от меня. Уйди, я сказал тебе. Уйди, падла. Есть, один готов. Следующий. Подходи сюда. Так, головешку, головешку быстрее. Головешку бы не потерять. Возьми фонарь. Спасибо. Тихо, тихо, тихо. Блядь. Иди сюда, падла. Нет, один на один, в принципе, они никчемные вообще создания. Один на один они разлетаются только так. Вот и все. В принципе, он готов. Еще бы головешку от него отлететь. Отлично, ищем голову. Вот она. И вот от этого голову. Где он тут? Отлично. Опа. Замечательно. Вот это хорошо, вот это красиво. Почему же эти не поджигаются, я не понимаю. Ну да ладно, хер с ними. Где мы тут что начали рубить-то? Дерево где-то сверху мы начали с вами рубить, долбить. Сейчас его мы дорубим. Какой? Вот это я начал бить? Нет, не это. Вот это? Тоже не это. Да и хер с ним, какая разница. Будем долбить это. Я, по-моему, даже не успел его надолбить, если уж честно. Я сразу услышал аборигенов, короче, и щеманул вниз в тактическое отступление. Это мы сейчас быстренько срубим, достроим еще одну часть забора, чтобы нам со спины не смогли зайти. И, в принципе, на этом можно на сегодня закончить. Да, кстати, такой стиль выживания без использования бага ракетницы, он гораздо веселее, гораздо приятнее. Как бы доставляет такую атмосферу, свою он придает. Потому что до этого, ну что, ну прибежали аборигены, да, среди ночи. Ну и насрать на них взял, короче, ты их из ракетницы расстрелял и забыл про них. А теперь нет. Теперь ты должен обороняться, теперь должен беспокоиться о здоровье своем, заботиться о нем, так сказать. Просто так здесь ничего же не случится. Теперь каждый набег аборигенов, это будет весьма печальненько. Весьма мудрененько и весьма херовенько, да. Так, отлично. Еще два полена, в принципе. Да, и кстати, довольно-таки неплохо, что у меня не достроится одна часть этого. Мы проверим с вами теорию того, что после сохранения недостроенные постройки, они как бы остаются. Я, конечно, не уверен насчет того факта, что абсолютно белые постройки останутся, в которые не было ни одного ресурса вложено. А вот одно, одна сторона деревца, у нас, точнее, одна сторона забора, у нас сейчас по-любому останется, потому что с этого дерева упадет 4 полена. Два полена мы добьем в одну стенку, она достроится. А два полена вставим в другую. И, соответственно, эти полени мы потом с вами после загрузки посмотрим и проверим эту теорию. Довольно-таки неплохо. Так, отлично. Ну вот, давайте сейчас эти поленик-то мы вставим в поленицу, в эту, так сказать, шипастую, которая не позволяет этим лосям меня побивать со всех сторон. И сохранимся. Отлично. А теперь давайте загрузимся. В принципе, и посмотрим. Загрузимся, посмотрим, разочаруемся, либо обрадуемся, и после этого, собственно, закончим серию. Поэтому, дабы не тянуть, я вам скажу, что ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих сериях, ребятушки. Нет, не пока, мы ждем, 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 ждем. А пока можете, кстати, кваску вместе со мной глотнуть. Я не устаю, короче, и не прекращаю пить квас, он мне нравится, он пиздатый. О, чудо, товарищи, о чудо, ребятушки. Постройки недостроены и остаются. Это очень, очень классно. Так, тотемы, вы поджигаетесь? А, не смотрите, тотемы теперь поджигаются. Ну, классно, че. Подожди, подожди, алло. Вот, смотрите, какой мы с вами баг нашли, ребятки, только что вы поняли, да? То есть все тотемы, какие бы тотемы мы с вами не строили, все эти тотемы превращаются в тотемы из рук. Потому что вот здесь у нас был тотем из головы, здесь был тотем из рук, здесь был тотем обычный, который мы строили с самого начала постоянно. Теперь здесь просто тупо три тотема из рук. Это баги, между прочим. Это глобальнейшие баги-лаги. Вообще, я вот так вот сделаю себе нормальную превьюшку из этих трех тотемов. И напишу, вот они, баги. Первые баги. Все, ребятушки, всем пока. Не разбить машину и объехать ее, например. Слишком много хочется. Выклани, офигелик. Куда я с вами? Нет, она явно сюда. Куда-то не сюда. Пойдемте, попробуем садить куда-нибудь сюда. А, тут вон...